Привет! Думаю, уже по-лежащему у меня на столе набору вы можете понять, что речь пойдет о новом усилителе от iBasso Amp3, модуль усиления, балансный для их флагмана DX200. Когда еще, как только iBasso анонсировали новый топовый плеер со сметными усилителями, я сразу понял, что это будет очень интересно, поскольку что-что, а именно усиление в мобильном варианте iBasso делать умеют. У них очень хорошая линейка мобильных цапов и усилителей, которые предлагают много мощности и при этом очень хороший звук. Естественно, в DX200 в своем флагманском решении, посвященном юбилею компании, они воплотили все самое лучшее. И даже стоковый модуль Amp1 был уже неплох, он был универсальный, там два 3,5 мм выхода линейные наушниковые и балансные 2,5 мм. Потом появился модуль Amp2, я уже делал на него обзор, он предлагает такую чуть-чуть более мягкую, более музыкальную подачу, но он не балансный, там два 3,5 мм выхода. И вот сейчас Amp3 модуль полностью балансный, тут и балансный линейный выход, и наушниковый, оба сделаны в виде 2,5 мм гнезд. Усилитель стоит примерно 200 долларов модуль, но в целом, как всегда у iBasso это очень интересный звук и очень интересный опыт для тех, кто владеет уже этим плеером. Традиционно усилитель продается в такой вот коробочке, охваченной бумажным кольцом. Внутри находится инструкция, простая гарантийный талон, отвертка и модуль усилителя. У меня тут уже Amp1 лежит, поскольку Amp3 я уже прикрутил непосредственно к самому плееру в ходе тестов и связанного с этим. Меняются модули очень-очень просто. С каждым усилителем вы получаете бонусом вот эту отверточку. Не сильно полезно, но зато не надо морочиться, искать куда делась отвертка, чтобы поменять модуль. Меняются они очень просто. Нужно буквально на пару оборотов ослабить два винтика с каждой стороны, полностью откручивать их не надо, поскольку тут используется, они просто выполняют роль фиксаторов. После этого легким движением модуль снимается, ставится на место при необходимости. В общем, заменяется все очень просто, аккуратно. Нужно просто не прикладывать лишних усилий, не давить, не тянуть сильно. Все очень плавно и аккуратно делается. Поменять модуль можно буквально за несколько минут. Вернее, даже не за несколько минут, за несколько секунд. Этот модуль предлагает 6 вольт напряжения размаха и на линейном и на наушниках выходе. Время работы с ним составляет где-то 7 часов. Ну и, конечно же, самое интересное, это звук. Я пробовал этот модуль со многими наушниками, с многими конфигурациями. Естественно, не могу не отметить, наверное, максимальный вариант для тех, кто предпочитает именно тот звук, который продвигает сама компания iBasso. Это их IT03. Нейтральные, интересные гибриды, которые я уже обозревал. Кабель CB13, который тоже у меня был на обзоре. В принципе, я думаю, вполне его можно заменить CB12, поскольку это все-таки для более старшей модели IT04, которая пока еще не вышла, но когда-нибудь рано или поздно, безусловно, выйдет. И, собственно, вот этот усилитель Amp3. Вместе дают очень хороший, очень удачный вариант для тех, кто любит нейтральную подачу и так далее. Если же говорить о звуке, то, разумеется, логично сравнивать Amp3 с Amp1, так как у пользователей iBas, Amp1 есть уже по умолчанию всегда. В общем, основное отличие третьего модуля усиления состоит в том, что он предлагает лучший контроль над краями диапазона. Бас уходит глубже, тут есть более глубокие слои NCH, а верхние частоты, соответственно, уходят вверх и тоже лучше контролируются, особенно на верхней частотной части диапазона. Я, в целом, небольшой фанатик, глубоких слоев баса. Естественно, настоящего саббаса в наушниках нет, ну, скажем, тех самых нижних участков АЧХ, которые могут отыгрывать вообще наушники. Во многих случаях это та часть, которая отсутствует у реальных инструментов, и во многих наушниках этот, скажем, глубокий бас, он дает эффект ненатуральности, неестественности, заглушает собой все остальное и так далее. Но именно с вот этим усилителем, вот эта часть глубокого баса, ну, скажем, буду его называть саббас, это немножко неправильно, но в целом это широко используемый термин для него. Этот саббас, он хорошо контролируется, очень текстурный, очень такой подсушенный, и за счет этого, в общем-то, он находится на своем месте, не заглушая собой ничего лишнего. И это добавляет натуральности и естественности. Разумеется, в тех случаях, когда, ну, скажем, эта часть диапазона хорошо прописана на записи, потому что, в принципе, к этому плееру с некачественными записями я бы вообще не советовал приближаться. DX200 и с AMP1, в общем-то, это вариант для тех, кто хочет слышать именно то, что есть в записи, и для тех, кто готов подбирать качественные варианты с прекрасным сведением, хорошим мастерингом и безупречной записью. С AMP3, пожалуй, это становится еще даже более критично, поскольку, скажем, реалистичность звука еще повышается, натуральность, скажем, близость к большим колоночным сетапам. Естественно, об этом говорить можно только с очень большой натяжкой, но тем не менее, если взять акустический, хорошую систему, систему с акустической системой, простите за тавтологию, в качестве эталона, то, скажем, то, к чему стремимся мы в портативном Hi-Fi, естественно, очень сильно не дотягиваемся, но все равно это, скажем, светлый ориентир. И этот усилитель, это шаг вперед, скажем, по сравнению с AMP1. Средние частоты тут практически не изменены, может быть немножечко добавлено им эмоций, но они не добавляются, они просто лучше раскрываются. И верхние частоты тут еще лучше очерчены атаки и затухания, и они более протяженные, и хорошо контролируется их верхняя часть. Далеко не со всеми наушниками это слышно, поскольку у многих наушников, особенно затычек, где-то начиная с 8-9 кГц, обычно идет такой сильный заметный завал. Но если взять те же Mi Audio Pinnacle P1, то хорошо слышно, что этот усилитель добавляет на верхних частотах эффектности, натуральности и присутствия, это насыщает хорошо записанную музыку вот этими вот обертонами, далеко уходящими затухающими нотами и так далее. В общем, пожалуй, AMP3 это вариант, это все-таки усилитель для топовых наушников каких-нибудь очень хороших, с балансным кабелем. Я думаю, как минимум IT04 будут нужны им, хотя даже с 0.3 разница слышна, но полный потенциал раскрывается на чем-то вроде Андромеды, скажем, и так далее. Естественно, он достаточно дорогой, он стоит, сам по себе модуль усилителя стоит дороже, чем некоторые плееры, но он предназначен для тех, кто пытается добиться еще более натурального, более естественного, более качественного звука, и в целом это, пожалуй, очень хорошая инвестиция, так как с этим модулем плеер делает шаг вперед в сторону еще большей техничности, еще большей динамики, большей живости и так далее. Поэтому, в общем-то, и басы развивают свою линейку очень эффектно, и я с нетерпением жду AMP4, который они уже тоже анонсировали, хотя деталей о нем немного. Спасибо за внимание.